Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божества за Венгрию проходить Сидмейр Сивилизейшн 6 с одним важным условием. Я должен объявлять войну всем встречным цивилизациям и никогда с ними не мириться. У нас наступает новое время, темный век для венгерской цивилизации, но если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии и посмотреть все сразу, с самого начала. Ссылка есть в описании к этому ролику, либо в прикрепленном комментарии. Там же, кстати, есть и ссылка на рейтинг цивилизации. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, спасибо им большое за поддержку, и на этом я свою рожицу выключаю и продолжаю. Так, какое мы возьмем устремление? К оружию, уничтоженный в бою корпус. Вообще корпуса есть, но мне что-то кажется... Вообще, давайте глянем, вышло ли визайн... А, по культуре вообще все меня опережают, там будут и... Ну, Василий немножко опережает, Василий, скажем, здесь, но в корпусах он точно. Хм, я не видел ни одного корпуса в Византии, но предположим... Предположим, за уничтожение корпусов и армий. Здание промышленной эры... Ну, точно торговые пути уже не надо, у меня уже везде все проложено, куда я мог отправить. Давайте, наверное, к оружию возьмем, мне кажется, вполне может прокнуть это дело. Так, что дальше? Какие у нас редкие ресурсы? Я еще не сделал там, например, моно... Так, у нас есть... Ну, апельсин я сделал корпорацию, вот она здесь. А вот что по остальным? У нас есть... Ну, это, правда, Иерусалима, но по-хорошему мы все равно и можем... Где-то у меня кофе на моей территории. Есть табак несделанный, есть сахар несделанный. В общем, нам надо все-таки рабочего, я так думаю, который поделает, блин, два хода долго. О, в Пешти Акведук. Теперь у нас 10 производства здесь. Вообще все обработано. Все зашибись. Ага, рабочие я в Дьере делаю. Я думаю, нам этого хватит. Тут в Болонию бегала, пускай бегает дальше в Болонию. Теперь надо поставить на... О, слушайте, жадные бароны. Пойдите, тут должно быть... Вот, элитные войска. Может, элитные войска поставить? Потому что плюс 100% боевого опыта для всех юнитов. Я вам хочу сказать, что это очень быстро будет прокачивать все. Поэтому я бы на место треугольной торговли поставил элитные войска. Я понимаю, что минус 38 золота, но в принципе это норм. А здесь ставим скидка на улучшение юнитов в деньгах. Конечно, вот логистика тоже классно было бы, но я лучше вот так поставлю, потом заменю. Можно мне что-то быстро открыть? Колониализм один ход, например. Или выжженная земля один ход открывается. Зашибись. Значит, теперь апаем эти бомбарды во рту. 155. Эти бомбарды во рту. А, собственно, мне больше ничего апать, да? Все остальное у меня апнуто. И можно начать... Так, вот стрельцы и пикинеры тоже апнуты. Можно начинать нападение. Гусары. Все апнуто. Ух ты, Дебрацин отваливается. Вот это, кстати, неприятно. А что, Александр в золотом веке, что ли? Нет, тоже в темном. А с хрена ли тогда отваливается? Что началось? Вроде же нормально. Все будет. Аж минус 6. Странно. Честно говоря, это странно. Так, а португалец. И португалец в темном, слава богу. Да, ну мне катя апать больше ничего. Так что мы точно откроем выжженную землю. Чтоб просто побыстрее было так. Ну, я думаю, что между Пудой и Сегедом надо прокладывать железную дорогу. Не помешает. Там можно было форты, но я уже открыл то, что ускоряло за два форта. Так что нафиг. Просто железную. А, так, стоп, я же ее не открыл. Какую я железную дорогу? Тут еще. Вон, в форум двигателе надо открывать. Но я в авиацию сначала пойду. Нету смысла спешить. Мы просто стоим здесь. Так, вот тут меня интересуют резы, которые я не сделал корпорациями. А где у нас монополии вообще открываются? По-моему, монополии я уже тоже должен был открыть. Нет? Или это не здесь? Здесь, по-моему. Во, в экономике, наверное. Да, в экономике позволяет создавать корпорации. Пока без корпорации. Что мы в Сегиде будем строить исследовательские гранты? Может, все-таки тоже рабочего одного? Еще. Так, подожди, этот куда идет? А, блин, я хотел... Я вот это вот просто тут подержал, на самом деле, на этой клетке. Ну вот как он так хотел? Объясните мне. Подержал на этой клетке чисто... Потому что тут надо будет убрать сначала улучшение, потом вырубить лес, чтобы сюда Биг Бен поставить. Тут продолжаем Магнуса в промышленника и в кооперацию качать. Нормально, в пеште будет неплохо работать. Так что здесь все-таки рабочего сделаю. Я вот не знаю, кстати... О, у меня тут чувак без пары. Да, между прочим, средневековые стены. То есть еще эта фигня тоже будет работать, как ни странно. Давайте в Эгере купим линейного пехотинца. Тут есть еще один без корпуса. Так, этот рабочий пока просто стоит. А почему я табак не могу встать? А почему я промышленное... Как эта фигня называется? Промышленное производство. Давайте поищем. Вряд ли я... Неужели я на табаке уже где-то поставил промышленное производство? А, я и на сахаре уже поставил. Ну, для его случае, мне уголь надо будет обрабатывать. Даже Португалия умеет ставить. Так, на цитрусовых. Нет, ну, на табаке я, походу, не ставил. Нет, на табаке я не ставил. Почему мне на табаке... Ну, табак будет, по-моему, 25% квере добавлять. Тут 20% роста и плюс 3 жилья. Похоже, еще сахар не обработан. Ну, то есть... У меня просто нету двух табаков, или как? Вообще странно. Давайте я-ка отправлю сюда на табак, посмотрю. Может, просто игра почему-то решила не предлагать меня. Я следующим ходом начну волю атаковать. Минус еще этот парень. Так, куда я хочу распространить веру? Кесик пофигу, наверное, волен хочу. По мне было финтаизмой плюс 10 к силе армии, когда она... Когда волен моим станет. Так, я, пожалуй, буду стоять просто на месте. Не хочу Лерию атаковать. Слишком мало. Тут этот фронт у меня чисто для сдерживания, если что, будет. Никаких нападений, никаких чудес не хочу здесь строить. Исследовательские гранты. Экведук закончили. Как я говорил, фабрика и угольная электростанция тут нафиг не нужна. И, в принципе, тут реально больше ничего нет. Даже строители не нужны, так что тоже выследовательские гранты. Просто ускоряемся. Так, здесь храм, несомненно. Чем больше зданий в священном месте, тем больше получают денег за караваны. Прикол. Проголосуем. Прикол просто там у Англии. Воздушный шар без ничего. Так, новые районы осуществляют культурный захват. Я за себя проголосую, но, конечно. Так, у меня, кстати, в данном случае есть мировое влияние. Так что я могу куда-нибудь вложиться. Удваивает очки этого класса. Давайте торговца. У меня... Вот именно торговца. Я думаю, что у меня... Ну, два очка за дипломатию. За себя проголосую. Ну, вряд ли это пройдет. А вот торговца я бы немножко влился. Не немножко, а просто все бы влил. Потому что у меня минус идет. Я просто потеряю эти очки. Смысл мне их мариновать. А так будет... Неплохой выхлоп, если пройдет. Не начисляется флотоводец. Господи. Ну, серьезно. То есть, у меня вообще флотоводец. У меня вообще нету ни одной гавани. Зачем компьютер про это проголосовал? Неизвестно. Кто-то получает 2 очка. Между прочим, неизвестный игрок. Так. Пища от плантации. Создание. Ну, я тут все равно уберу сейчас. Карточку. Но я сейчас логистику поставлю. Меня интересует. Там никто по дипломатии не выигрывает. 6 из 20 нет. Здесь обратно логистику ставим. И элитные войска оставляем. Понеслась война. Выбрасывает. Ну, не удивлен. Еще-то просто помню, как-то раньше было, что не выбрасывала из города государства юниты. Ох ты, блин. Как далеко идти теперь. Вообще не убивается, что ли, эта штука? О, что так теперь? Не, ну волен надо брать. Он должен быть плацдармом для атаки дальше. Мне тоже нужен, конечно, шарик воздушный, но он только открывается. Блин, ну тут, конечно, тяжело идти, получается. А что так слабо вообще бьет? А, ну, следующим ходом они пройдут, потому что я буду на своей территории начинать ход. За счет этого три действия будет нормально пролезет. Так. Давайте, наверное, апельсинки обработаем, потом еще уголь. Ну, пока хватит строителя. Пошли дальше выследовательские гранты. Да ладно. О, мог похитить. Тысячу двадцать восемь. Нормально вообще? Так, по-божески, нормальная сумма. Приятная. Так, а давайте-ка я здесь тоже куплю. Ну, сделаю. А, блин, не хватает веры. Вот это неожиданно сейчас для меня было. Не, ну, за деньги я, наверное, не хочу покупать. Я хочу за веру покупать. Постаем, я не думаю, что они могут убить. Но немножко ошибся, потому что меньше сделал силу города из-за этого. Так, эйфель ждет, когда тут все уберут. Кирасирами. Ну, можем просто потыгадымкать тут вокруг. Может, вон. Собак разорим. Крам сделан. Мечеть покупаем. Я знаю, что мне не хватит на... Линейного этого в следующий раз. Но мечеть важнее. В данном случае. И поехали. Просто. Исторические гранты. Вот там спецы сидят. А что у нас тут на еду никого нету? Блин, вот тут, кстати... Вот тут, кстати, имеет смысл обработать. Давайте строителя. Да, блин, тут еще и банк не постой. Давайте я банк... Ой, не банк, амбар. Амбар куплю. Так, то, что надо, я тут поменял. Куда я дальше хочу идти? Колониализм, пожалуй... Ну, вот прошлых эпох, конечно, неплохо будет. Против Византии. С другой стороны, у меня денег дофига уже. И так, мне достаточно. Так что, пожалуй, в мобилизацию, а потом в идеологию. Ну, шо он тут? Дразнит меня своим поселенцам, не пойму. Нет, это мы пропустим ход. Не хочу. Ну, правда, у меня юнитов нету. Не знаю, как он будет убивать. Но он сейчас явно два раза проатакует корпус арты. Я так думаю. Боже, Каимбру поставила Португалия. Так, доступно повышение у арты. Ну, я бы, наверное, взял. Все-таки. Да, ну тут город просто разваливается. Блин, а что здесь все не проходят? Неужели не хватает так сильно движения? Угу. Блин, я должен брать этот город вообще-то и так. Перед спять силы, да. Все берется. Арту давайте. Прокачиваем против укреплений района. И теперь наша пехота радостно бегает здесь. Не должны убить. Просто станем в защите. Странно, что волен... Ну, это, наверное, Византия построил. Это не сам... Город государства бы не... Тем более военный не строил бы... Кампус. Но это только в плюс, я думаю. В общем, кампус очень хороший тут встал. Так. Продолжаем исследовательские гранты. А, слушайте, могу я все-таки линейного пехотинца купить? Я думал, не хватит этим ходом. Давайте. И делаем корпус. Вот теперь мы нормально постоим против Англии. Ну, тут я продолжу поедать. Следовательские гранты. Так, из Сеги, да. Опа, отсюда. Нету... А, я волен отправлял, видимо. Так, ну, у меня... У меня только два города. Болония и Иерусалим, да? А из городов я отправлю из Эгера, Сегеда, Будды и Дьера. Значит, смотрим в Иерусалим. Четыре. А из Болонии три. Значит, у нас не бегает из Эгера в Болонию. Ничего. И, кстати, мне бы нужно из Мохача все-таки караван один, чтобы вот тут дорога была как-то отправить. Ну, вот промышленное производство. Плюс три при создании военных юнитов. Но у меня табак. Давайте глянем, где у меня табак вообще. Значит, в Эгере. Ну, тут к Сегеду это четвертый радиус. То же самое касается Будды. Это четвертый радиус. Ну, вот здесь еще будет. Ну, да, и вот здесь. Я думаю, что в Эгере надо делать. А тут, собственно, никаких других-то и нету... Ресов. Нормальное производство. Надо будет вообще смотреть по монополиям и корпорациям. По Ресам. Как там у нас табак? Ну, у меня тоже может быть четыре, между прочим. А может даже больше. Ну, цитрусовый точно. Я монополист. У тебя есть двадцати одного, но очевидно, что у меня... А, подожди, а монополия, по-моему, шестьдесят с чем-то процентов. А, блин. Не получится. Тут вообще нету... Чтобы у кого-то было много ресурсов, прям нету такого. А, ну, на корпорацию я в любом случае смогу поставить. Так, пушку этой тропой поведем. Так, а как мне лучше вообще дальше нападать? Давайте я тут потыгадымкаю. Вот тут, наверное, город должен быть. А, блин, не хочется мне под него становиться. Константинополь. Некомидия, Константинополь, Никея. Ну, вообще, наверное... Наверное, все-таки вот так надо вырываться, потому что здесь ферма, об которой мы можем лечить наши войска, если что. Так что у нас удар будет вот здесь. Проходить. Таким образом, и надо войска вести. Так, починим рис, наверное. Так, апельсинки. Так, тут я постепенно подкрадываюсь к углю. Поэтому делаем шахту. Следовательские гранты. Продолжаем. Тут все... Ну, вообще, театрально... Вообще, могу район построить. Да, в Мишкальце 13. Кайф. Строим. Мне в любом случае нужен археологический музей. Вот это ускорить. А тут у нас купальни. Так, на минуточку наши универсальные. В следующем ходу будет авиация. Мы полностью сделали военный лагерь. Вот тут, блин, есть проблема вообще с аэропортами. У меня все везде заполнено районами. Мне что-то негде аэропорт. Типа, ну, жителей. Жителей не хватает. Я просто сейчас думаю, а где мне, собственно, аэропорт-то поставить? Может, в самом Волине? А, ну, тут не хватает тоже. Блин, может, я зря в Мишкальце театральную площадь поставил. Вот где мне аэропорт ставить? У меня ничего не растет. А без аэропорта я самолеты не сделаю. Так, есть проблемка. Нет, ну, давайте все-таки выйдем на мельницу. Вдруг выр... Ну, идут до 16. Надо три жителя выращивать каким-то образом. Может, мне пригороды? Ну, я, собственно, в них и иду. С населением 15. Это вообще не мой случай. Города с населением 15. Что там? Занзибар? Занзибар. И... Какой-то город. И Нанмадол. Нанмадол прикольный город. Очаг культуры в Мишкальце. И открытая авиация. Давайте просто глянем, что я реально не могу поставить этот район. Требуется больше населения. Я вообще хоть в каком-то городе могу аэродром поставить? О! Секешфер и хвари могу. Я думаю, что надо ставить. Надо ставить. Блин, а тут что может заливать, да? Я, наверное, все-таки вот сюда поставлю. О! Слушайте, у меня минус 13 пошло уже по деньгам. Но это, очевидно... Во-первых, караван перекоротил. А во-вторых... Большое содержание юнитов. Но мне важно их все прокачать. Реально. То есть мне сейчас нельзя... Деньги вообще ни на что трать. Позволил Леша и купил клетку, да? Но... Эта клетка нужна. А деньги я сейчас буду добывать, воруя у других цивилизаций. Голубой воришка. У Византии корпусов и армии. Так, давайте я еще все-таки гляну на Антиохию. Блин, 81. Черт, это... Больно может быть. Ладно, пока стоим здесь. Этим лечимся, этим сюда. Возьмем плюс 10 против дальнобойных атак. Так, арту тоже дальше повели. Ремонтируем. Арту повели дальше. Пушки. Ну, я не знаю. Там он... Может, все-таки именно пушки тут осадить? Потому что пушки обычно при осаде не особо... Ну, конечно, неплохо работают. О, боже, тут Англия прям изнемогает. Кстати, вот у нас корпуса тут имеются. Как раз можно будет попытаться убить. Так, даже про атакую. Даже про атакую. Так, вообще вот это мне не нравится. Блин, как бы мне... Проблема в том, что... Так, слушайте, аж с Дебритсеном что? Минус 6. Что мне сюда перебросить? Кого? Виктора из Сегида. Тогда тут будет слишком сильно минус... Не знаю, может... А, вот я аэропорт здесь строю. Блин! Мне какого-то надо перебросить. Ладно, у меня еще Мокша не взят. Ну, я тогда уберу слишком много счастья из других. Где у нас тут следующий? Нигде. Да, мобилизации как раз. Ну, до мобилизации 9 ходов, блин. Ладно, давайте пока так повоюем. Ну, вообще надо какого-то апостола туда, несомненно, отправлять. Так, здесь у нас амфитеатр. Сегет продолжает чисто... Блин, а тут несчастья у нас нету, да? Тут просто нету проблем с усталостью от войны. Здесь просто несчастье, потому что... Мы добились максимального населения тут. Может, хлеба и зрелищ провести? Ну, он влияет только на лояльность. На 9 клеток, хорошо. Не добегаю до Деверсона. А вот тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О! Может, мне в Мишкальце хлеба и зрелищ провести? Распространительная города в пределах 9 клеток. Блин, там А6. Все-таки это многовато. Туда надо скорее... Какого-нибудь Губера, может, Амани просто пересадить из Болонии. А я поте... А сильная такая проблема с Болонию? Ну, тут 10. То есть, я уберу всего лишь 2. Давайте мы, наверное, Амани все-таки в Дебритсен. Хотя в данном случае она там, кроме лояльности, собственно, ничего не будет давать. В Болонии 8 останется послов. Вряд ли ее кто-то может у меня перекупить. Хотя, что насчет Буэнос-Айреса? Может, мне в Буэнос-Айресе купить? А, нет, мне надо... Стоп, у меня же черная карточка стоит. Мне надо золото беречь. Ладно, поехали дальше исследовательские гранты. Что еще у нас тут по ученым? Ну, Тесла, наверное, мне и так достанется. Три случайных техи. Если мне это достанется, я его, наверное, пропущу. Ну, и Будда растет. Знаете, я, скорее всего, тогда там буду космопорт стоять. Космопорт, кстати, не требует населения. Если вдруг вы не знаете. Слушайте, может, логистику на всякий случай? Как бы... Тесла-то неплохой чувак. Плюс два производства и влияют дальше. То есть мне его как раз в Будде надо будет поставить. Тут еще и процент от... От Рурки на это сработает. Мне, по идее, кажется, он так должен... Нам достаться. А нам наука важнее. Мы тут реально отстаем на семь технологий. Так, тут, кстати, у нас этих не предусмотрено. Покупку за веру что-нибудь не надо нигде. Это мы в Балунью отправляем. Да, я, наверное, эту пушку все-таки в Эгере оставлю. Если вот этот чувак решит ближе лезть. Либо еще перекину вообще в Мохач. А, слушайте, мне же еще... Знаете, что мне надо купить? Этот шарик воздушный. Почему он, блин... Почему он за веру не покупается? Ладно, куплю за деньги. Потому что строить его это долго. А тут он аж на две арты будет влиять. И эта пушка просто стоит. Исследовательские гранты. Продолжаем. Можно еще, кстати, в центре коммерции просто деньги. Но я надеюсь, что я деньги буду воровать шпионами. Поэтому и не стою. Ну, давайте, кстати, банк, а не кампус. Здесь. Или вообще амбар. Давайте амбар. Я понимаю, что тут минус довольства, но... Город все равно будет расти. Так. Я открыл авиацию. Тут много вариантов. Во-первых, экономика Биг Бен. Но! У меня денег мало. А с другой стороны... Слушайте, давайте попробуем. Когда у меня там воровство произойдет? А, не скоро вообще. Тогда, может, все-таки... В химию? Лабы-то сами... А, так это через экономику. Так, и еще... Нет. Давайте паровой двигатель, железную дорогу. Будем строить. А потом стандартизация и химия. Вот так идем. В этом стоит военный инженер. Ждет. Великолепная театральная площадь построена. Поменяли... Да, блин. Поменяли Губера. Очень хорошо. Просто обычными юнитами по корпусам. Он еще и подошел за чем-то ближе. Без того, чтобы отсюда стрелять, да, пушкой. Зачем-то еще и подъехал. Поймали... Португальского шпиона. Отлично. Так, нашли источники. Здесь воровать начинаем. Так. Ага, торгов... А, вот этого торговца, который на тренинг... Я же хотел его. Да-да-да. Давайте возьмем... Следующий. И туризм какой-то. Но это его тоже возьмут, правда. Отлично. Хороший торговец в моем случае. Нефти у меня мало. Так, теперь начинаем убирать здесь улучшения. Будем сейчас следующим ходом сюда Биг Бен бахать. Чтобы на него Густаво и Эйфеля сыграть. Убиваем. Что, не убивается пушка? Ну, тогда этим убиваем. Так. Подходим артой. Подходим артой. Блин, не обратили волен все еще, но... Ну, да ладно. О, корпус. Отлично. Один и плюс еще два очка за устремление. Это тут вообще хорошо. Англия, конечно, нападает. Ну, хорошо. В том плане, хорошо для меня. А как она сама по себе нападает? Это, конечно, дебильно. Пожалуй, с производственной площади начну. Амбар в Кесиге. Хай растет. Водяная мельница. Ну, тут она бы работала, но у меня там нету ферм на кукурузе. Нету ферм на кукурузе. Акведук. Нету смысла, потому что промышленная площадь далековато. Кампус на плюс один. Нет, давайте банк. Есть аэродром. Понеслись. Так. Ну, бипланы придется строить. Нету денег. И для ускорения мне надо два биплана. Ну, восемь ходов как раз. По идее. Опять же, жалко, что нельзя за веру покупать. Самолеты. Археологический. Пускай растет. Там поставили шпионом. Искать. Стены возрождения. Вот против стен возрождения уже не работает. Может, тогда не комедию все-таки. Ну, блин. Отсюда вот тяжеловато входить. И тут еще столько атакуют. А отсюда можно... Ну, вот как-то отсюда, не знаю. Блин, посмотрим, короче. Ладно, все равно подводу... Подвожу. Ребят. Давайте мы вот этот камень Сегеду отдадим. И следующим ходом будем вырубать, чтобы... Хватило на Биг Бен. Не буду убивать. Не хочу становиться под выстрелы. Ну, давайте этот холмик обработаем. Так, а тут у нас как? Распределено все. В Буде продолжаем исследовательские гранты. В Волине все починили. Библиотеку. У Византии в половину меньше армия. И плюс... Не такая современная, как у меня. Так что я не знаю. Меня прикалывает, что Англия даже не пытается меня атаковать. Просто убивает собой Иерусалим за чем-то. Так, вот теперь можно корпорации создавать. Клавдия, вербовка партизан, скандал, подрыв плотины. Моё любимое занятие шпионами. Так, эту арту сюда. Эта арта сюда идет. Это уже сейчас сможет Антиохию обстреливать следующим ходом. Этого парня сюда. Нам надо, чтобы, конечно, арту не трогали. Так, ну я бы здесь, наверное, вот сюда отошел. Иначе с двух сторон выстрелят и еще этим. Ну а так не должны вроде кирасиров убить. Мне главное, чтобы сейчас арту не атаковали. Так, здесь собрали. Поставили. Как я вот так слежу за чудесами? Я не понимаю. Вот как я сейчас пропустил просто, что Биг Бен где-то построили? Нафига мне собор Василия Блаженного? Ладно, я уже тут расчистил. Ну что мне там строить? Короче, построим собор. Бессмысленно вообще. Ну типа чисто ради очков получается. И даже Эйфеля используем. Да. Не хочу уходить с Аквидука, чтобы он мне его не разграбил. Ладно, проатакую. О, повышение. Так, значит точно не убьют. Англия куча. Хотя в Англии все равно тысячу, полторы тысячи сила. Не знаю, что там Англия клепает такое усиленно. Блин, плюс три. Ну, это очень классная карточка. Если у вас есть деньги, то элитные войска, по-моему, очень крутая. Потому что плюс сто процентов опыта для всех юнитов, это все очень быстро прокачивает. Ну и соответственно, если вы нападаете, то вы лечиться сможете. Ну, держу. Угля у нас дофига. Так, это дофига денег будет давать. Посмотрим. Так, следующим ходом уже начнется обстрел. Это он очень классно сюда встал. То есть у него сейчас минус кавалерия. Не, ну если он сейчас ничего не сможет сделать с этими моими... Моими артой, то я думаю, антиохия два хода. Пускай шаглянем. Насколько большой урон мы можем наносить. Ферма улучшается. Пехотинцев можем апнуть, но... Нет, не так круто, как я думал. Слушайте, а может этого... А, блин, на денег не будет. 150. Блин, все-таки может апнуть вот этого одного в пехотинцев-то. Теслу возьмем. Ну, там следующий, представляете, фигня полная. Мне строительство чудес не нужно точно. Так, а Теслу мы в Будде, конечно же, используем. То есть, вот сейчас у нас тут мастерская 3, 6, 10, да? Теперь используем Теслу. 3, 6, 10 осталось. Видимо, надо следующим ходом смотреть. Тоже биржу. Тоже биржу. Кстати, археологически, наверное, стоит открыть естественную историю с купальнями. 15 жителей нигде не могу. 14, 14, не так. Блин, чуть-чуть их, ух ты. А сюда еще прискакал. Ну, слушайте, кирасирами, мне кажется, Иерусалим не возьмет. Вот этими скорее бы он взялся, чем кирасирами. Так, я, наверное, попробую этого кирасира скорее убить. Отлично, еще очки устремляем. Ну, надо в героический век выйти. Похоже на то, что мы, благодаря тому, что тут столько корпусов у соперников, сможем это проделать. Так, держим здесь. Блин, я, наверное, все-таки хочу апнуть. Мне все равно не нужно, если бы там Биг Бен был, можно было бы похоронить немножко деньги. Но тут 150 всего. Пехотинец. Ну, и нефти у меня дофига. Так что, я думаю, надо. Плюс это усиливает города. Так, как тут Буэнос-Айрес? Господи, Скиф еще привел. Ну, у Буэнос-Айреса нету армии, но, честно говоря, армиями кавалерии город с 70, мне кажется, не берется. Так что, удачи. Обломать об него зубки. Ну, че, подходить к антиохе? Я бы, наверное, вот так сделал. Так. И так. Так, это вы сюда? А, уже не могу ходить. Ну, пока так. Видимо. Так. Так, подрыв плотины. Есть в Англии плотины? Есть. В лице. Кайф. Конечно, деньги больше важны, но я хочу подорвать плотину. Подрываю плотины и пуканы. Английские. Англичанка гадит? Почему мне ей не погадить? Правильно? Так, продвинулась естественная история. Я думаю, что они должны тут убить меня этого парня. И у меня очередная сессия Всемирного Конгресса. Смотрим. Шумер есть. Объявил войну Эфиопии. Блин, 94 сила стала у Антиохии. Ни хрена себе, а с чего бы? Чё-то дофига. Так, там неизвестно по поводу чего они голосуют. Так, собор Василия Блаженного бессмысленный построен. А, там Вьетнам какую-то ГГшку захватил. Ну, чисто очки эпохи, предположим, плюс 3. Но в плане города он вообще тут не нужен. Биржу. Так, тут я отойду и апнусь. Тут, надеюсь... Ещё минус корпус. Зашибись. Как Англия пришла и слила все свои юниты. Просто поразительно. Да, тяжеловато идёт. Так, давайте защитим на всякий случай. Ну, всё равно выглядит, как Антиохия берётся таки. Тем более, 385 силы. Не знаю, не знаю. Так, что по великим людям? Не хочу ли я тут торговца, который даёт джинсы? Очень хочу. Блин, ну они там тоже, наверное, будут. Давайте, давайте в этом. Почитаем. Инвестиции в центр коммерции проведём. Тем более, это ещё и денег даст. Банк, водяная мельница, кампус. Всё-таки кампус построить. По науке-то я всё ещё слаб. Блин, на сотню отстоит Александр. Я понимаю, как Александр так в науке. Причём он же ещё имеет науку от постройки юнитов. Я удивлён, что Александр вообще не впереди тогда. По всем техам. Смотрите, я по техам в конце. Просто я последний. Фигаси. Хотя, наверное, сюда встану киросиром. Там слишком много могут про так, но тут про тоже двумя. Но киросир это не особо жалко, если честно говорить. Так, один заряд. Давайте вот здесь обработаем. Блин, я забыл. Стоит этот инженер, я забыл про него совершенно. Железную дорогу я хотел провести ещё. Не, ну в героический прям обязан я здесь выходить. Корпорацию, мужик. Да, слушайте, а что по поводу корпорации на апельсинах? Ну это мне где-то производить эти апельсины надо будет, расставлять по центрам коммерции. Ну центров коммерции у меня дофига, да? А, по биржам. Только, ну вообще бирж дофига. Плюс 20% к росту он будет давать. Ну всё равно надо корпорацию основывать. Давайте я наверное... Ладно, пока всё-таки... Там слишком хороший чувак. Великий человек. Его надо забирать. Промышленная зона здесь на плюс один. Здесь акведук тогда можно будет, да? Водяная мельница. Ну ладно, давайте промышленную зону потихоньку. А что так быстро, кстати, прибыл? Я что-то взял такой, что у меня мгновенно... Слушайте, я в прошлом ходу вроде только отправлял. Не, не покупаем, строим. Занзибар там перекупил. У меня как-то поражает, что у меня шенгетти до сих пор моя еще. Вот шенген. Ну там, правда, видите, 6 у цин-шихуанди. Он вполне может... Блин, может провести мобилизацию в шенгетти? Тут нечего проводить, в Болонье нечего, в Иерусалиме нечего. Ну, точнее, я провел вот этот. А Англия с Александром не воюют? Случайно? Нет, жаль. Все равно не возьмут в Иерусалим. Давайте я в шенгетти проведу мобилизацию. Все равно не понимаю. Вот в который я сыграю, не показывает некоторых юнитов. Так, пушка и стрелец и пикинер. Куда его? К скифам, наверное, отправим их. Блин, вот 2 юнита всего столько стоили. Дорого. Я считаю, дорого. Ну, я, кстати, за это еще очки эпохи тоже получаю. Да, как я говорил, Кирасиро будут атаковать. Ну, нормально. Сейчас вылечимся. Вьетнам с Египтом. Кто-то Эрмитаж построил. О, собросили влаженного в Сегите. Кто воевал? А, это, знаете, знаменитая осада Византии, венгерская. Будем считать, что я как бы за Болгар играю. Человечество. Первый самолет в мире. Кто там говорил, что компьютеры стали самолеты строить? Вот они давным-давно в них. Давным-давно. И почему-то первый самолет строю я. Как это понимать? Так. Перекидываем в Волен пока. Ну, сразу второй надо строить. В Эгере биржа. Будем читать проект. Четыре хода. Ладно, давайте. Инвестиции в центр коммерции. И тут инвестиции в центр коммерции. Посмотрим. Так, дальше проводим железную дорогу. Хотя у меня уголь уже минус 9, плюс 9. Но вот это надо провести. То есть, одна же с дорогой, это одно железо, один уголь. А, давайте я здесь, кстати, куплю гусара, чтобы корпус сделать. Лесопилку, пожалуй. Лучше бомбарду, потому что он может бомбарды... О, он Иерусалим окружил. Он может бомбардой город атаковать. Не очень хотелось бы. Блин. Тут надо как-то помочь Иерусалиму. Ну, некоторое время он может, конечно, постоять. Тут, наверное, возьмем против укрепления района. Я не хочу Кирасиро терять. Так, подойдем. Так, все правильный выбор атаки. Именно отсюда. Но Антиохи... А, слушайте, у меня есть Хотос. Тогда убьем. Тогда убьем. Ой, это же деньги спер. Маловато, правда. Так, вероятность побега, пожалуй. Повысим. И руинки еще есть, прикиньте. Сейчас соберем. Так, тут тоже инвестиции. Промышленная зона. Ну, может... Кампус в начале. Пабрика тут работает. Блин, ну, мастерская тоже неплохо, типа, что на культуру дает. Ладно, давайте пока мастерскую, а потом кампус. Минус. Минус все-таки кирасир. Нет, выжил! Вау! Вот это чуваки. Молодец просто. Вот это у меня боевой, конечно. Газгаргаму. Ватикан хочет. Так, клан скального грифа уничтожен. Фиг знает где. Так, меня волнует Иерусалим. И то, что Александр его атакует... Так, я думаю, что нам надо будет здесь самолет, скорее всего, против них задействовать. О, Иерусалим. Так. Перекупателю и у Иерусалима... Арту. Я бы перекупил. Давайте еще вот так мы его лупанем. Так. Теперь. В общем, ушла осада Иерусалима. Проведем мобилизацию. Еще два очка. Получил. Ну, я тут в героический прям на всех парах вылетаю. Здесь. Задействуем самолетик. Вот тут, наверное. Да, больно по городу, но... Арта нормально снимает защиту. И я думаю, что... Кстати, а если я подведу таки... Ну, она не должна работать тут. Потому что она работает только на средневековых стен, а тут уже стены возрождения. Ну, кстати, поэтому так тяжело во многом. Все-таки стены возрождения, это стены возрождения. Ну что, пограбим? 81 наука. По-моему, прикольно. О, на один ход ускорили открытие лап. Так, я бы тут убил. Стрелять будут. Зачем нам это? Ну, я даже не знаю. Может, не стоит тогда железную дорогу заканчивать? Потому что... Мы и так в гейроэйче. Я, наверное, одну эту оставлю, клеточку. Так, поскакали. Помогать и рус... Фак. Вот это неожиданно. Опаньки. Но мы сможем ПТ-команды сейчас просто. Следующим ходом. В Будде, например, мы просто можем армии ПТ-команд делать. Так что, у меня лично танк уже не страшен. Другое дело, что он Юрсалим может захватить. Вот это очень не хотелось бы. Ведук в очередь поставлю. Блин, какой классный АФ Ядлая Кудель. Да, смотрите, сколько тут нефти. Тут бы поставить город и этот... Да, блин, тут даже... Вообще, кому угодно. Смотрите, какие клетки просто. На 6 пищи 3 производства. 4 пищи 2 производства и культуры. А, с кефириш его. Что-то нет. Так, что с торговцем? Типа пишет 3 хода. Но это если я буду продолжать в том же духе проводить. Ну, давайте пока продолжим. Очень хочу, очень хочу джинсы. Инвестиции в центр коммерции. Ну и следующим ходом начнем лабы строить. А, две науки, культура, вера и золото. За каждый город государства, суверен, в котором вы являетесь. Торговые пути в города государства получают дополнительно 2 золота. Это интересно. Ну, то есть, в принципе, плюс 8 науки, культуры и так. А каждый торговый... У нас 9 торговых пути, то есть плюс 18 еще будет. То есть, в итоге плюс 26. А тут я плюс 37 имею. Наверное, все-таки не будем менять. Наверное, все-таки не будем. Дальше в естественную историю идем. Так, там затапливается все. Кстати, меня это не колышет ваще. Хотя, подождите. Вот тут вот затопится, вообще-то. Ну, что поделать? Что поделать? Так, надо еще, конечно, про корпорации подумать. Но сначала я хочу великого человека заполучить. Так, тут давайте на производство. Тут еще Англия прет. Нифига себе, больно. Это больно. Так, ну тут, наверное, надо будет отступить этими ребятами. На жителей Пидны снизошло озарение. Что за Пидна, подождите? Это... Ага, Александр. Блин, там Ярусалим захватывают. Ладно, вот этого мы убьем. Так. Здесь давайте по кирасирам поработаем. Ну, что, тут танк просто решил... Ну, давайте я тоже постою. И... Джинсы пишет один ход, если я продолжу читать. Но я его куплю, наверное, за Веру. Не хочу. Ну, я могу, конечно... Давайте глянем, сколько стоит армия ПТ-команды за Веру. Пятьсот десять. Ну, это мне три... Два с половиной хода. Мне этот чувак очень нужен. Потому что нету никакого счастья. Вообще, ну, кстати, следующая косметику давала. Тоже было бы счастье. Просто я еще хочу... Хочу прекратить читать на коммерцию, а лабы построить. Так, последнюю клетку делаем пока. Просто стоим в защите. Блин, мне кажется, этого убьют. Черт. Ну, бипланы слабенько работают по городам, конечно же. Тут нужны... Это что такое? Нет, не хочу пока трогать. Тут бомбардировщики нужны. Но бомбардировщики еще открыть надо. А точнее... Сначала надо алюминия открыть, а потом... Ну, и тем более мы это сейчас ускорим вторым бипланом. Он по юнитам работает. То есть по танку этот биплан будет неплохо работать. Я, как это я, вот здесь и задействую. Против этих ребят, которые Иерусалим атакуют. Так, а он бегал... Так, из Мохача надо. Из Мохача проложить дорогу. Ну, и что нам тут дадут? 20 денег. Вау! Ну, сейчас не... Заживем, ребят. Ни в чем не будем все отказывать. Уральское море. Буэнос-Айрес бедный. Вообще не берется, я смотрю. Блин, а Эггер еще голодать стал. Ладно, надо на еду поставить. 40 монет. Кстати, написано было 40 монет дали, а не 2. Хотя, может, это от скорости зависит. Что у нас по науке? О, кстати, я догоняю. 4 техи. Разница науки в... Знаете, что меня удивляет? Лидер по количеству науки у нас... Ну, ладно, Вьетнам лидер, но еще и Александр. Но при этом почему-то Александр отстает по количеству тех. Он типа тупо по нижней ветке, что ли, идет куда-то. Китай уже в атомной эпохе. Не, ну это, конечно, не очень понятно. Так, убили кого-то. Убили все-таки этого парня. Жаль. Хороший был добряк. ГГшку какую-то завалили. Не, ну антиохию мы, я так думаю, что даже 100% берем. Даже с силой 92 я ее тут валю. Мне главное не все юниты потерять. Совсем уж. Ну, главная проблема в этих, в стенах. Снимем стены, будет веселее. Так, тут, наверное, ничего не меняем. Ничего не меняем. Продолжаем урбанизацию открывать и в мобилизацию выходим. Не знаю, грабить, не грабить. Хочу сохранить все-таки этот юнит. Он уже сюда прибежал. Так, а вот это мне не нравится, конечно. Да, блин. Ну, что, отправлять караван? Разграбить же, наверное. Ну, я в Эггер отправлю. Зачем воздушный шар для красного мандира? Это красные мандиры на воздушном шаре летят такие. Ну, просто воздушные шары дают дальность осмотра. Зачем это красному мандиру? Где это? Вот. Дает плюс один к дальности осадных юнитов. Вообще. Блин. Ну, все-таки Иерусалим сейчас падет. Черт. У меня минус... Минус ГГшка. А-а-а. Смотрите, что произошло. А как он догадался? Фак. Блин, а как он доехал так быстро? Вот это поворот, честно говоря. И нету ПТ-команды. Ну, я подстаю. Вдруг он проатакует. Ну, по-моему, должно хватить и на разграбление, и на атаку. Вау. Ну, слушайте, надо ПТ-команды делать. Иначе я тут сейчас бледный вид буду иметь. Обязательно сейчас в комментарии напишет. Леша сказал, надо делать ПТ-команды и строить лаборатории. Триста сорок. Блин, я даже... Ну, мне нету смысла одиночно их покупать. Они три штуки будут стоить, получается, больше тысячи, да? А если я армию покупаю, то это сразу 510. То есть я почти половину этих... О, где тут? Как красиво разлилась темза, хотел сказать. Но там Северн город называется. Да, слушайте, вот-вот и армия Александра Македонского. Показалось себя во всей красе. Он сделал армии. Реально, армии еще и арту. Ну, Юрсалин следующим уходом должен упасть просто. Мне даже нету смысла апгрейдить. Хоть вот этого Киросира убьем тогда. Нету смысла апгрейдить. Сюда встану. Надо сначала... Ну, мне нужна армия ПТ-команд против армии танков. Тут, думаю, все понятно. Такое Адриатическое море в тундре. Девять послов есть. Ну, у меня проблема в том... Хорошо, без Иерусалима можно попробовать маскат. Но дело в том, что в маскат... Как я смогу туда вообще караван отправить? Тут Англия... Тусит. Надо было мне все-таки самому Иерусалиму. Кстати, я же могу его отбить еще. Вообще-то. Вообще-то еще и отбить могу. Так, давайте здесь банк пока вместо триплана. Блин, а тут еще и Болон... Ну, к Болонии мы все-таки далеко идти. И он если дальше пойдет, наверное, какой-то мой город. Ну, давайте смотреть. Тут, очевидно, минус Иерусалим. Ну... Так, Китай. Вот Александр, атака, атака. И не он захватывает. И что? Англия захватила. Очень сильно. Ну, это, кстати, в плюс, на самом деле. Это лучше, чем если бы захватил Александр, потому что Иерусалим сейчас будет отваливаться. Пригороды военной академии и две науки. Скидка на улучшение всех юнитов. Ну, и пригороды можно строить. Вау! А Болония-то... Слушайте, он уехал с моего аэропорта. Прикол. Доделываем биплан. Давайте мы встанем на аэропорт. Просто, оказывается, ему надо было быстрее в Болонию добраться. Вот и все. Так. Все еще копим на ПТ-команды. Все, в антиохии минус стены. Но, по идее, следующим ходом должна упасть. Тут мне не хватает немножко урона. Но следующим ходом антиохия падает. Давайте мы перебросим. Биплан тут вообще бессмысленен. Давайте мы его перебросим к Болонии. Плюс еще у нас этот сейчас заработает. Ну? Что за хрень? А. Где-то туда не дотягивается. Ладно. Ну, надо в Болонию пока отправлять. Мне просто больше некуда. И... В Буду, видимо. Блин, зато у меня мухач начал отваливаться. Из-за того, что Англия взяла. Это тоже не очень. Изволено у меня есть дорога. Так что из него не надо отправлять. Хотя можно сейчас поберечь караван, например, из антиохии отправить. Ну, блин, наш отвалится по лояльности. Она же просто отвалится. Так, давайте-ка вот тут все воровать. Я думаю, мы не должны быстро убить. Эту пушку. А мы что-то наворуем. Лаба. Ну, тут надо... Вот так уже. Там, где построена лаба, ставим спецов на науку. Пятьсот десять. Я бы... Так, что по великим людям? Наверное, все-таки инвестиции... Исследовательские гранты бы делал. А, стоп. У меня же купальня открыта. Где мы должны купальни... Но это не в Буде точно. Тут пока исследовательские гранты. Тут универлаба. Дальше там в мобилизацию идем. Блин, убрали Виктора из Сеги. Да ну ладно. Это не сильно страшно. Вот то, что у нас Мохоч отваливается. Надо Иерусалим отбивать. Так, кто там? Газаргаму. Да, тут немного я явно наворую. Ну, 82 культуры. Пошли сюда встанем. И даже по майкопу выстрелим. Вдруг набьем уровень. И вылечимся за счет этого. Так. Все, забираю, чтобы тут уровень просто взять. Еее. Наверное, будет отваливаться сурово, да? Так. Я бы пошел на этот город. Вот этот город вряд ли будет сильно отваливаться. Может атаковать после перемещения. Вау. Это зашибись. Так, в Буде покупаем армию ПТ-команд. Смотрим, что тут с Балони. Балони пока держится. Дальше. Как далеко я этого могу задействовать? Слишком далеко. Надо еще в Дьер перебрасывать, значит. Теохию пока сохраняем. Но она отвалится. Блин, тяжело так как. Че-то тяжело. Так, вербовка партизан. Срыв ракетостроения. Давайте... Давайте срыв ракетостроения. Кстати, по поводу ракетостроения. Кто-нибудь... Неизвестный игрок в ракетостроении? Вьетнам. Ну, спутники даже уже в Вьетнам. А у этого неизвестного игрока? Нет, спутники нет. Так, ну и все. Вьетнам и неизвестный игрок, мои соперники. Где у нас... В Мишкальце. Купальня, наконец-то. Вот, собственно, и золотой век. Можно, наверное, было бы и отложить до следующей эпохи, чтобы очки получить. Но в данном случае мне нужно счастье. Просто у меня большие проблемы со счастьем. И я из-за этого имею штрафы, опять же. Да, кстати, здесь у нас... Вот так надо сделать. 255. Но уже, смотрите, как уголь уходит. Я не открыл до сих пор нефтяную электростанцию. Где она? В электричестве. Ну, пока я не могу туда заглянуть. Мне нужны самолеты. Как можно быстрее. Табак. Кстати, рабочего все забываю. Надо рабочего построить. Ауч, ауч. Держись, балонья! Балонья! Ну, тут минус. Я просто разграблю кампус, чтобы науку получить. Так, сейчас мы будем смотреть на наличие... Алюминия. Судя по всему, три... Уже... Уже алюминий дается. Тут обработать надо. Тут... Ух ты! Слушайте, волен... Волен-то у нас очень в тему. Ну, вот, видите, тут уже одно очко осталось до... Так, давайте мы в волене, наверное, рабочего тогда сделаем. Потому что алюминий важная штука. В столице рабочего для корпораций. Сегиди, лаба готова. Купальня. В диере лаба готова. Ммм, рабочего, наверное. Так, тут задействовать... Вот здесь. А тут задействовать... С этой стороны. Так, где там наш... Корпус? Подождите. Подождите, а почему... А, я мобилизацию не открыл. Думаю... Боже. Точняк. Я думаю, а что это так дешево тогда? Точно. И это без мобилизации я только корпус могу максимум. Сильно отваливается. Следующим ходом просто отвалится. Понял. Тогда мне надо было арту сюда ставить. Нифига себе, салоники... Мощный город вообще-то. Блин, ну меня, наверное, тогда антиохию заново забирать. Так что я, пожалуй, тут постою просто. Ну, я не могу тут так на салонике лезть на данный момент. Что мне хочется? Убить корпус киросир или уровень взять? Конечно, корпус киросир. Вот мы и в золотом веке. Плюс я сейчас еще купальню построю. Через два хода две штуки. А, да золото... Не, надо строить купальни. Там они очень приятно счастье дают. Это просто надо. Так. Мохач пока держится. Вероятность побега, срыв ракеты. Давайте деньги попробуем. Так, а где у меня второй шпион? Один ход в столицу возвращается. Ну, тут хана, конечно. Ну, ладно, этого обстреляем. Эх, чуть-чуть не хватило до уровня. Уменьшается население тогда. Что-то мне Англия разграбила что-то. В итоге, на что я могу корпорации? На цитрусовые, видимо, на сахар и табак. На кофе нет. В Иерусалим надо забрать, на самом деле, даже себе оставить его. Гноз самолета, два хода. Нет, наверное, инвестиции в центр коммерции. Просто накопим деньги, чтобы бомбардировщик купить сразу. Сейчас как Антиохи отвалится, такая, хлобысь. Или меня выкинет за границу. Хорошая пушечка. Там неплохо культуры и науки своровала. Так, мобилизация открыта. Нет, не выкинула. То есть, я, по идее, довольно быстро должен ее собрать сейчас. Просто одним ходом, видимо. Здесь лечимся. Ну, а сейчас еще быстрее будет отвалиться за счет малого количества жителей. Ну, слушайте, я в героический выхожу. Я думаю, что в героическом мне эти все города будут очень хорошо. Я, например, даже думаю, может, и Мухач. Смотрите. Он отваливается, типа, ну, сколько, больше десяти ходов. Я сейчас выйду в героический, и он у меня прекратит отваливаться. Так, давайте-ка я вот тут встану и апну. Я уверен, что вот эти все ребята вокруг, они очень вряд ли выйдут в нормальные века. Так, тут убьем киросирами. Ну, тут, видимо, бипланами. И, наверное, танк буду атаковать. Он тут самый сильный. А вот если арта сейчас приедет баллонью атаковать, я просто буду этим... Самолетами ее убью. Арту. Так, сейчас-то она не может атаковать. Фух. Все равно очень тяжело что-то, ребят. Вообще тяжело. Так, содержание юнитов. Позволяет создавать армии. Дает губернаторский титул. Ну, так, дальше в идеологии. Что по поводу губернаторского титула? Наверное, Магнуса на кооперацию. Виктора. Вот тут интересный вопрос, куда Виктора? Давайте все-таки в Мохач, чтобы не так быстро отвалить. Да он вообще не будет отвалиться, а потом уже решим. Ну, и тем более Мохач тогда вырасти сможет побольше. Так, шпиона. Подрыв плотины. Ищение технологий, конечно же. Тут банк завершен. Давай биржу. Кампус везде на плюс один. Ну, давайте вот сюда кампус бахнем потом. Блин, уголь заканчивается. Уже такой нехилый. Плюс идет. А я, наверное, тут просто поставил. Или апнуть. Или апнуть. Апнуть. Нефти-то у меня как раз дофига. Так, где у нас апельсины? Тут у нас утопнет. Поэтому, наверное, корпорацию тут и будем делать. А, для корпорации. Блин, великий торговец же нужен для корпорации. Я забыл. Совершенно. Точно. Это уже не рабочими делается. Это великими торговцами. Ладно, сюда пойдем. А куда делся мой инженер? Вот он. Ну, просто хочу же дорогу до конца довести. Это, по-моему, утопнет. Да, можно не обратно. Ну, можно собрать, кстати, просто пшеницу. Нифига не обработано. Смотрите, сколько... А, нет, вру. Вот эти как раз обработаны. Интересно, что обработано именно то, что защищено во... Нет, так это тоже защищено военным лагерем. Ладно. Погнал. Погнал немножко на компьютер. Все у него обработано. Все он готов. Так, продолжу. Пожалуй, исследовательские гранты тогда. Так, ну, а теперь посмотрим. ПТ-команда одна 340, а армия 762. Все равно дешевле. То есть, даже две ПТ-команды это уже 680, да? В общем, я бы тут армию сделать, конечно. Давайте в Антиохии куплю одного пехотинца. Просто, чтобы сделать армию. Тоже можно было. По-моему, за армию дают очки эпохи. Блин, Иерусалим стены строит. Странно, что до сих пор Англия не открыла стали в арене. Видите, тут автоматом стены не появились. Ладно, ладно, я понял. Уйдем мы отсюда. Так, что, Болония не берется, да? Купальня пробуждает гордость в наших людях, воплощая в себе их надежды и идеалы. Для венгров надежда и идеалы это наличие купальни у себя в городе. Так, давайте вспомним, что она дает. Дает в городе плюс 2 к довольству. И плюс 2 к производству во всех центрах и городах. То есть, еще плюс к производству. Если есть хотя бы одно геотермальное поле, дает еще плюс. Но у меня, к сожалению, вот что-то в этот раз у Венгрии с геотермалками вообще не завезло. Вообще, на открытой карте вообще только 2 геотермалки вижу. И то около, вон, Газаргаму и Буэнос-Айреса. Фиг знает где. Так, вот что тут? Китай. У Скифи с Китаем война? А, Союз. У Скифи там с кем-то еще война. Так, и здесь купальня. Ну, хоть в Сегите и Мишкульце минус довольство ушло. Да и тут ушло войсаду 336 науки. И все равно Вьетнам первый по науке. Охренеть. Так, ну, Арту тут можно проатаковать. Самолетики уровень получают. Ну, я бы их дальше... Я тут против кавалерии вот здесь. Ладно, давайте получим тоже уровень. И будем атаковать ПТ-шку, пожалуй. Потому что ее мы точно можем убить, а вот... Танк вряд ли. Прям этим ходом я имею в виду. Блин, Болонию могут забрать, к сожалению. Так, бомбардировщик надо покупать. Алюминий перестает быть диковинкой. Блин, тут еще поперся в нападение. Так, Антиохи опять отваливается следующим ходом. Ух, там еще и Трапезунт, кстати. Ну, не знаю, у меня, по идее, не должны Арту отсюда убрать. То есть, я опять Антиохи смогу отсюда обстрелять. А потом отсюда начну Салоники обстреливать. Правда, вот этот парень у нас не вылечился нифига. То есть, как мне город захватывать, непонятно. Не знаю, может, тогда я не буду захватывать. Просто... Ой, не знаю, короче. Все, все очень сложно. В Сегиде... Так, давайте в Эгере. Кераси... Так, 208. Нет, мне надо пушку. Пушку, пушку, пушку. Надо армию пушек сделать. И в Сегиде мы дальше исследовательские гранты пойдем. Да, блин, очень тяжело. У нас, грубо говоря, три фронта. И я просто не могу сосредоточиться на каком-то одном пути. Кстати, археолога можно построить. Там у нас артефакт. Добыча артефакта ускоряет ВС. Электричество или ракетостроение? Давайте ракетостроение. Надо построить космопорт, увидеть уже всех. О, я могу стрелять отсюда. Кто и это может стрелять? Странно, а что тогда не было написано? Отлично. Постреляем. Так. Мне бы во Вьетнам отправить, но Вьетнам я не вижу, к сожалению. А из тех, кого я вижу, пела, наверное, Александр... У Александра должно быть дофига. Науке, неизвестной мне. Ученый Шредингер. Торговец этот мне точно не нужен. Вот это крутой инженер, кстати, для меня. Давайте инвестиции в логистика промышленной зоны. Так, ну что будет делать? Мне что-то кажется, что сейчас Болония упадет. Это-то ладно. Болония. Так, Португалия походила. Португалия еще армию танков ведет. И... Он решил просто походить мимо. Вау. Ну, Арту мы сейчас будем атаковать самолетами. И Болония убила ему ПТ-команду. Прикол. Так, а что... А, это Антиохия отвалилась. Не, все-таки выкинула из военного лагеря. Вот это жаль. На самом деле. И я, походу, не смогу захватить. Мне кажется, сейчас... Вот этот парень умрет. Ну, надо пробовать. У меня, как бы, вариантов нету. Да, к сожалению. Черт, вот это не очень хорошо. Не знаю, может, киросирами тогда туда прискакать пока. Так, давайте этого апнем, наверное. У меня... Просто на глазах заканчиваются деньги. Причем, Арта отсюда не достает до Болонии без шарика. То есть, я не знаю вообще зачем. Зачем он здесь? Так, танк мы почти разобрали. На запчасти. Продолжаем, наверное, след... Или... Все-таки в этот. Этот инженер очень хороший. Логистика. 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 Биржа. Библиотека. Иерусалим сам отваливается, кстати. Ну, вообще медленно, с другой стороны. Так. Минус танк. Мне, наверное, Иерусалим все-таки захватывать надо. Себе я имею в виду оставлять себе. Ой, дратути. Минус стрелец-пикинер. Надо вволен, наверное, перекидывать бомбардировщик и по салонникам работать. Византию надо выключать. Хотя, ну, по-хорошему она уже выключена. У нее 114 силы. Но я не могу города сохранить никак. Так, ну, надеюсь, португалец не додумается атаковать Болонью. Просто подошел. Ну, короче, минус у него. Арта? Ауч. Смотрите, и не убило. Ракета строения. Строим. Меньше усталости от войны. Блин, с одной стороны хочется поставить, а с другой... Ну, мне и производство надо. Все надо. А, это он всеми юнитами убился об мою арту, получается? Ну, заберем антиохию. Керасиром следующим ходом. Так, дальше после ракета строения в уран пойдем. Просто граблю, чтобы... Потом починили... Эти города в основном не для усиления нужны, а для того, чтобы Византия меня не трогал. Поэтому я уже решил все там грабить. Так, космопорт. Вот сюда. Что с человечком? Забираем. Отлично. И прямо здесь... А, кстати, я не посмотрел... Значит, плюс 2 добавится к фабрике и угольной электростанции, к мастерской нет. Эти... Угольная должна быть плюс 10, на самом деле. Но она плюс 12 именно из-за... Теслы, да, там было, по-моему. Так. Добавляем довольство в Буду. Нам именно в Буде надо, чтобы... Конечно, мне надо во всех городах, чтобы было довольство. Но... Если выбирать, то Будо. Продолжим исследовательские гранты. А, тут повысим... Ну, пингалу, наверное. До космической гонки потом. Какой у нас тут ученый? Ну, этот ученый мне не нужен. Три технологии всего дает озарение. Посмотрим, какой следующий будет. Так. Ускорили двигатель ВС. Так. Ну, мне вообще надо арту убивать, в первую очередь. Может, я просто кирасиром? Да. Встану тут в защиту. Дальше бомбардировщик, давайте. А, мне надо как-то Иерусалим засветить. Вообще-то. Так. Тут нас нагибают. Может, бомбардировщикам тогда лучше этих убить пока? Так, тут котинцы покупаем и делаем армию. У меня, кстати, деньги сейчас появятся. У меня же уйдет карточка, начнется новая эпоха, уйдет карточка, которая опыт дает, но и при этом кучу содержания требует. Смопорт 11. Я думаю, надо строить. Вот это, по-моему, не топится. Да. Отлично, деньги своровали. Тут вот этот алюминий я собираюсь обрабатывать. Так, что тут у нас еще не улучшено? Ну, тут надо, наверное, подождать, когда мы Иерусалим отобьем, чтобы там отремонтировать что-нибудь. Ну, наверное, надо фабрику. Это немножко бессмысленно, но я мазутную все равно хочу построить. А мазутную без фабрики 13 космопорт. Наверное, все равно надо ставить только вот здесь. Мохач универ. Ничего не меняю. И корпорация все еще не поставлена. Так, ну не должны Болонию брать. Блин, убили ПТ-команду. Армией танков. Странно. Вообще странно. Она же даже мне не раненая была вроде. Новое время, один ход. Так, танки тоже я смогу теперь делать. Забираем Антиохию. Апнем. Нет, 355 это дорого. Не апнем, ладно. Давайте куплю здесь еще пехоту. И сделаем армию еще одну. Так, что Антиохию сохраним. Византия борется. Слушай, что-то как-то странно тяжело идет. Так, сейчас я посмотрю, кого мне здесь атаковать. Ну, Болония, во всяком случае, пока восстанавливает свои стены. Блин, я не убил танк. Ну ладно, я его не буду убивать. Его должна, наверное, Болония добить. Я так надеюсь. В танк можно апнуть за 310. Я бы вот этим бомбардировщиком по этим ребятам работал. Мне тут надо зачистить и потом Иерусалим забирать. Тут фабрика и так работает. Водяная мельница. Опять строителя. Так, с логистикой мы завершили. Исследовательские гранты. Там должен быть какой-то ученый интересный. У меня остался Буэнос-Айрес, Болония, ну и Шенгетти. Вообще есть какие-нибудь ГГшки, где надо мало послов, чтобы их засоюзить? Блин, валет-то есть. Но мне уже нечего покупать, честно говоря. Хотя, может быть, попробовать компьютеры открыть и все-таки успеть в Мишкольце купить. Блин, в валету надо 8 послов. 8, я правда их 11. Блин, я подумаю пока. У меня плотины не открыты, поэтому нету смысла. Так, а где я хочу убрать? И хочу ли я вообще где-то... Ну, вот тут, наверное, пофигу. Вот тут надо. Тут можно будет космопорты построить. Блин, там кирасиры прутся. Давайте встанем вот так. Ну и, наверное, проатакую все-таки. Все-таки пока двойной опыт получаю. Так, хищение технологий, наверное, сразу начну. 84% довольно большой шанс. Есть еще. Ну, с этим... С алюминием у меня все дофига. Вот уголь, правда, заканчивается. То есть у меня сейчас пойдет минус... Ну, не так много будет науки и денег. Но деньги, правда, вернутся, потому что карточка сейчас спадет, потому что закончится темный век. В общем-то, прямо сейчас. И начнется героический. Корея, друзья... О, у нас Корея есть, ребята. Фиг знает, конечно, где. Но для этого я и строю космопор, чтобы спутник запустить. И начинается эпоха атома. Героический век для Венгрии. Это какая-то логичная. Потому что фиг знает, смогем ли мы делать. Давайте уран посмотрим, есть ли у нас... Я победил. Я даже не пытался, честно говоря. Одно очко дипломатической победы, честно говоря. О, уран, походу, есть. И он даже уже добывается. Один. И второй. Прямо у меня город... А, нет, не город. Сорян. Вот он. Так, ну с ураном вообще прям зашибись повезло. Давайте я выберу стремление. И на этом закончу. Серию точно... Ну, смотрите, тут все подходит. Кроме, жаль, что тебя здесь нет. Потому что я на туризм не играю. Поэтому вот так берем и все. И героический век венгерской культуры. Но это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. На этом все. Играйте вам на игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк. Оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok